Ну, если мы посмотрим историю, то исторически много бед всегда было в тех местах, где наблюдалось скопление, огромное скопление людей. Это и Хадынское поле, которое вот недалеко отсюда, где погибли сотни людей в давке при плохой организации мероприятия. Это уже наше советское время стадион Лужники, 70-й год, когда больше 50 человек погибло. То есть места скопления, массового скопления граждан по любому поводу, спортивный повод, культурно-зрелищный, любой другой, это всегда место повышенной опасности. И всегда надо быть предельно внимательным органом власти и управления в организации этих вещей. Я вот по прежней работе в Министерстве внутренних дел часто наблюдал, как на стадионах при спортивных мероприятиях, футбол, хоккей, довольно много людей, которые за весь период спортивного мероприятия ни разу не взглянули на поле. Ну, как минимум они приходят для каких-то тусовочных вещей и как максимум для самореализации в хулиганстве, в столкновении с противооборствующими фанатами. Полиция о них знает, это общественно опасные люди с общественно опасными намерениями, такого экстремистско-хулиганского толка. Вот, поэтому сегодня, если будет возможность, а я думаю, она будет обсуждать нормативно-правое сопровождение нашей встречи, то я поставил бы вопрос о изменении самого порядка приобретения билетов по паспортам и пропуск с билетом тоже по паспорту. С тем, чтобы, внеся вот этих людей в отказной список, потому что они общественно опасны, мы создадим безопасные условия для многих десятков и сотен тысяч наших людей. Еще, если у нас в крупных городах культурно-зрелищные спортивные мероприятия, довольно хорошо организованы технически, информационно, средства защиты, есть определенные правоохранители, то если посмотреть на сотни и тысячи километров от Москвы, то старенький стадион, но он рассчитан на пять тысяч. Это много, согласитесь, да? Какой-то довольно старый обветшалый культурный центр, который вмещает там 500-700 человек. Чтобы вот эти вот помещения не превратились в западни, в ловушки для людей, чтобы они не стали хромой лошадью, да, вот совершенно недавний пример. Я считаю и буду предлагать нормативное введение паспортов безопасности на вот такие объекты. Что это такое? Первое. Инженерно-техническая надежность. Раз. Второе. Расчет численности персонала, охранного и правоохранительного в обязательном порядке. Средства информации, громкоговорители о линии поведения при нештатной ситуации. Значит, следующее. Дополнительные, допустим, средства энерговыработки. Вот согласитесь, погас свет и какой-то возглас, паника, сумятицы, люди начали сами себя давить. То есть и технически, и технически, и в правовом плане, значит, это вовсе не чиновничий барьер. А скорее всего, это выстроить в одну линию, в линию важных мероприятий, которые сообразуется, вообще говоря, жить или не жить, большому количеству людей. Примеры я уже привел. Я считаю, надо посмотреть и наш УК, УПК и административный кодекс. Я считаю, любое правонарушение, совершенное в местах массового скопления граждан, оно обязательно должно иметь повышенную квалификацию по ответственности. Это элементы паники, это опасность для большого количества людей. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, это совершенно другое. Допустим, он бросил бутылку пустую из-под пива просто в никуда, да, или он бросил, там попал по ребенку, по женщине, по кому угодно. Наверное, должна быть система, жесточайшая система досмотра, проноса. Ведь откуда, вот смотрите, какая жесткая система досмотра, вроде бы, но откуда вот эти фаеры, которые жгут прическу, делают человека с пышной прической лысым и полуинвалидом, на самом деле, прожженная одежда. Откуда вот эти вот кастеты, которые применяются в тусовках, в потасовках, во всевозможных заточке, ножи, все это изымается многими сотнями при входе, но что-то и проносится. Я считаю, что надо организовывать профилактическую работу с фан-объединениями. Это нормальные, хорошие люди, которые живут спортом, вдохновляются им, которые поддерживают, сопровождают команду, которые всегда рядом. Но есть, должна быть граница, должно быть чувство дозволенного, чтобы это не переходило в Куликово поле, когда стоит тысяча справа и тысяча слева, и решают, сходиться в рукопашную по спортивному принципу, по искаженному спортивному принципу или нет. Поэтому фан-объединения должны возглавлять, конечно, люди, молодые ребята с хорошей нормальной психикой, знающие закон, человеческие законы, не только правовые. Вот моя позиция. Наш комитет профильный по безопасности, именно из наших стен выходят многие законы по безопасности, поправки в законы. И чтобы не писать эти законы с потолка, простите за выражение, а с натуры, с обстановки, с общения со специалистами, с людьми, зная технику, систему организации, зная, как работает право, это хорошая деловая наработка. Вот эта атмосфера, она важна и нужна для подготовки нормативно-правовых актов.